Привет, ребята! Всем привет, ребята! У нас день наоборот! У нас день наоборот! Ты чего у нас день наоборот? Так, хватит здесь реквизит, да? Да! Ребята, привет! Мы сегодня будем делать, ну, попробуем сделать тесто Play Doh, ну, на похожее тесто, пластилин, с которым мы потом будем играть. В рецепт мы напишем ниже описание. Вы тоже попробуйте, потом нам напишите, как у вас получилось. А тем временем вы подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, нам будет очень приятно, а вам не сложно. Из рецепта, которые я нашел в интернете, смотрите, что нам нужно потребоваться. Стакан муки, 250 грамм. Муку я люблю! Полстакана соли, 125 грамм. Ну, шарю муку я люблю! А какая соль? Сладкая? Ну, шарю муку я люблю! Стакан теплой воды. И, как видите, тут стакан есть у нас с непонятными ингредиентами. Сюда я добавил чайную ложку соды, краситель, можно использовать пищевой, но я добавил сюда гуашь красного цвета. И ложку масла подсолнечного, может любое... соль. Чтобы она была, ну, как бы говоря, мягкая для рук и не прилипала. Что мы делаем сначала? Ну, как бы говоря, там добавляю все по отдельности, я решил сразу уменьшить количество действий. Я размешаю воду горячую с красителем, с лимонной кислотой и, соответственно, с красителем. Да, здоровый маск! Чай! После того, как это мы смешаем, мы идем на кухню. Смотрите, ребят, мы вот все смешали, какой-то ядренок как-то получается, все шипит, буррит, как бы не вытекло. Ребята! 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 Я бы не любить соль муку соль, напишите в комментариях! Так, ребят, после того, как мы перемешаем, мы засыпаем на раскаленную сковородку на среднем огне муку. Давай всыпать. И соль. И пол стакана соли. Соль лучше брать мелко помол, потому что она лучше растворяется, и не будет потом в дальнейшем так чувствоваться в тесте, если использовать крупную. Вот. Краситель можно использовать пищевой, потому что, в принципе, маленькие детки его кушают. Ну, непонятно, еще все остальное, как бы интересно на вкус попробовать. Ну, сделать гладь, потому что Варя у нас уже большая девочка. Вот. Если попробовать, то только чуть-чуть. Кстати, кстати, я забыл сказать то, что сюда я еще добавил ароматизатор, натуральный ваниль, чтобы пахло ваниль. Наше тесто. Можно добавить разные другие ароматизаторы. Аккуратно. Вот. Сон было приятно с ним работать. Вот. После того, как мы перемешали, добавляем стакан. Надеюсь, он полностью у нас растворится. и все будет хорошо. Ваня, не мешай. И теперь мы помешиваем. Я хочу помешать. Сейчас, я подожди. Сделаю, чтоб она у нас все, а то ты можешь выплеснуть. Помешиваем все быстренько, на медленном огне. Если вдруг у нас воды не хватит, можно воды добавить. О, ваниль запах. Сейчас, потом пишу, что лучше чуть-чуть подождать, пока она остынет. Что в дальнейшем продолжит мешать. Так, это мы пригоревшие убираем. Вот еще пригоревшие. Угу. 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 Ты мешаешь, нет? Ты мешаешь, конечно. Если вы поняли, о чем я. После этого, как мы достали, продолжаем месить, чтоб она больше смешалась. И чтоб она остыла. Конечно, цвет не яркий, надо было пищевой краситель использовать, но мы сегодня бегали всем магазинам. Мы, честно, его искали, не нашли. Поэтому использовали другой заменитель. Здесь и горячая. Вот, говорят, потом она может храниться в холодильнике несколько недель. Вот, потом, когда она остынет, она лучше схватится, она лучше окрасится, ну, как пишет автор, по которому рецепту мы делали. Поэтому, посмотрим, что получится. Вот. Делается быстро, в течение 5 минут. Вот. К рукам не лихнет, кстати. вот, как делать в шаре, это шарик, это шарик. Есть единственный минус. Да, как писалось, соль, что соль лучше использовать с самого мелкого помола, потому что она лучше будет растворяться. По мне, по мне, соль можно использовать любую, но до этого лучше ее растворить в воде. И вместе с водой уже смешивать с тестом. так, будет меньше времени, чтобы его, как бы, сходно матера превратить в это тесто, и результат будет намного лучше. По своим характеристикам, уже сказал, что оно такое же, вот, как и тесто. Может быть, чуть-чуть пожестче, но это, ну там, можно экспериментировать, добавлять тесто, еще что-то вроде. Сейчас сделаю. Вот. Можно экспериментировать, добавлять всевозможные красители, элементы, кто-то еще, добавлять крахмал, я не знаю, можно будет, конечно, все пробовать, но, факт в том, что это получается, то, что это легко сделать, и быстро, это факт. Вот. Сейчас мы сделаем свинку Пепа. Смотрите, у нас есть такая формочка, это, кстати, формочка эксклюзивная, я ее сделал на 3D принтере, вот, такой формочки нигде больше в мире нету, она у нас единственная, и мы сегодня сделаем свинку Пепе из этого теста. Давай, лепи, лепи как следует, залепляй. Давай мы сейчас ее развернем, да, вот так вот развернем, вот так не ее. Сделаем. Все лишнее. Все лишнее убираем, да? Да. И что у нас получится? Не знаю, это у нас что-то получится. Да. Опа! Смотрите, какая печенька у нас. Ой, я ее. Смотрите, какая у нас получилась печенька. синка Пепа. Аппетитная. Очень здоровская. Да? Пап, давай я ее сломаю. Ну, я ее что, сломаю? Давай сейчас. Давай сиди. Как камера будет, почему не сиди? Давай. Давай сломай. Давай я ломаю. Что ты хочешь ее? Прям? Вот. Вот, так что, смотрите, пробуйте. Поделитесь на комментариях, если вы делали, как у вас получилось. Вот. Тесто, как вы видите, нам хватит надолго. Даже то, которое мы покупали, это выходит еще дешевле. Я даже не знаю, насколько дешевле. Такой комок, наверное, рублей до 30. Вот. А сейчас попробуем, наверное, сделаем еще один смертельный номер. Лучше смотреть. Компасин, смотрите. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Дай! Ну все, ребята. Это тесто мы возьмем кусочек на пробу. Будем лепить. Остальное тесто мы положим в колотинник. Можете завернуть в фольгой. Пакетик я буду храниться, ну, пишу до месяца. Поэтому... А если даже в герметичную упаковку положить, может быть очень долго. Ребята, пишите комментарии, было ли вам интересно, как мы сделали нашу колбаску. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Впереди вас ждет очень много чего интересного. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.